Добрый день, мы в студии Украл Лайфтв, это программа Арс Профилармония, Арс Профиль Гармонии и наконец началась Киевская весна. Вообще-то весна заканчивается календарно, но в Киевской национальной филармонии началась фестиваль. Вчера я был на открытии, очень было так по-бетховенски, Кофман, музыкант «Семерочка», «Седьмая симфония», ну и первая часть «Блестящий пианист». Какой-то он приехал, про нотки стояли, сейчас вот мне Роман Лопатинский пояснит, почему у него была перед собой нота, должен был наизусть его учить или необязательно. Вы знаете, это сейчас необязательно на самом деле. Я представляю всем пианиста Романа Лопатинского. Есть, конечно, правило, естественно, что мы играем любую музыку на память. Есть, конечно, правило, что современную музыку можно играть, она бывает трудная, написание, все партитуры, надо все это запоминать, все в голове не укладывается. Можно играть современную музыку, вторая половина 20-го века, 21-го века начала, играть по нотам. Но он играл, не ошибаясь, концерт Бетховена. Да, но вторая часть была «Симфония», первый концерт Бетховена. Просто не так далеко был же там Брандс, второй концерт «Фортепьян Сергесова». И он огромный, там четыре части, без целой симфонии. Просто невероятно, как это все звучит. Это на выборы у каждого, мало ли что. По старой привычке с какой-то советской музыкальной школы выучил текст или не выучил такое отношение? Неправильно, да? Нет, это сейчас неправильно, безусловно. Это сейчас выбор каждого, это должно быть свободным. Это вы так ввели, вот почти, что как-то не из-за такта, никакого ауфтакта. С первой доли. Не предисловие, а само слово. Еще раз, Роман Лопатинский в студии «Нокрайф». Очень приятно меня вас видеть, слышать. Взаимно. В концерте я вас найдет, слышите. Вот послезавтра вы представляете сегодня нота Бене. Да. И уже здесь был, мы вспоминали, Артем Полуденный, велочинец. Да, наш велочинец. Надеюсь, что он снова придет вместе с вами уже. Да. А пока мы давайте поговорим об этом дне камерной музыки, вечере камерной музыки, на фестивале «Киевская весна» в Национальной филармонии. И это будет послезавтра, 24 мая. И вы будете все это представлять со своим проектом. Коллективом. Да. Вот о нем, о нота Бене, и об этом дне, и о вашем каком сегодня настроении. Хорошо. Настроение прекрасно. Это уже хорошо. Наш коллектив существует уже три года. Мы где-то начали, так сказать, первые шаги наши были в пятнадцатом году, где-то зимы. У нас был первый концерт, первые пробы, такие пера наших музыкантов. Вот совместные какие-то концерты. Это еще был концерт в Кремуроге, в Киеве, в Малом зале Национальной музыкальной академии. Это был такой интересный проект «Все сонаты Шостаковича». Мы посвящали это ему, его памяти, и мы играли три сонаты в порядке написания – «Вилончельная», «Скрепичная» и «Альтовая». Вот тогда у нас было четыре человека. Я представлю, собственно говоря, как это все было и кто был. Значит, у нас Артем Полуденый, наш вилончелист. Я, Иван Грицишин, альтист. Максим Гринченко, скрипач. Артем Полуденый сейчас, он работает в Доме органной музыки, солист в составе трио. Ваня Грицишин работает в оркестре «Киевские солисты». И Максим Гринченко уже как два года, по-моему, занимает должность концертмейстера Национального симфонического оркестра, где главный дирижер Владимир Сиренко. И вот этой группой вчетвером мы начали первые шаги такого совместного камерного музицирования. Мы сыграли вот эти концерты, и потом мы решили попробовать еще, конечно, хотелось большие составы. Квартет, квинтет фортепианный, квартет струнный. И к нам присоединился несколько позже Андрей Павлов, который тоже сейчас является концертмейстером вторых скрипок в «Киевских солистах» в этом ансамбле. И мы сыграли первую программу, это уже было в 16-м году, это уже зимой, два квинтета. Это был квинтет Франко и квинтет Шостаковича. Была наша первая программа, такая серьезная, в национальной филармонии. Ну и как-то потом закрутилось, мы создали с Артемом, мы, так сказать, больше занимались какими-то мелкими и не очень организационными делами. Мы создали официальную страницу в Фейсбуке, потом уже наверстывалось как комок одно на другое наш YouTube-канал, туда мы сбрасывали наши записи различные, что имелось, так сказать, уже за эти два-три года. Какие-то страницы, ну, идешь же в ногу со временем, когда-то ты не знал, что такое Инстаграм, как этим пользоваться, теперь уже и там мы. Все это нужно, как бы, как бы в современном мире, потому, так сказать, создавались какие-то эти вещи коммуникационные. Позже к нам присоединился прекрасный кларнетист Юрий Немировский. Я слежу, так это уже секс-тет или актет? Это уже шесть человек, да, да. Ну, мы это как бы, все называем, просто, так сказать, камерный ансамбль, да. До какого предела камерность, когда он уже становится некамерным? А суть в том, что камерный ансамбль, ведь мы играем, в чем наша, так сказать, если можно сказать таким словом, фишка? Мы играем разными составами. Не обязательно нас в этой, как бы, формации, не знаю, как в этом составе, нас уже семь человек. Добавился Юрий Немировский, кларнетист, он артист президентского оркестра. И Саша Рудько, это художественное слово, он актер, чтец, он сейчас работает и в национальной филармонии, и в театрах. Вот, то есть, нас сейчас семь человек, но это не то, чтобы секс-тет. Мы были бы секс-тетами, если бы мы все вышли на сцену, все вместе играли, музыцировали и так далее. Это как камерная группа. Чего я утащил, то, что вы сказали, что у него, что мысли, квартеты, а потом вы сказали, что квинтеты. Квинтеты играли, да. А дальше он писал специально для секс-тетов? Нет, 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 для такого состава нет. Вот мы, например, играли, у нас, например, был интерес, мы играли Прокофьева, Сергея Прокофьева на еврейскую тему, вертюра на еврейскую тему. И вот он написал оригинально для такого состава кларнет, фортепиано и квартет. Вот мы играли, как бы, вот это произведение несколько раз, десятиминутное. То есть, конечно, для такого состава масштабного, вот прям шесть человек, плюс, например, вокал, да, потому что с Ашем Баритоном и поет в спектаклях, и сольно, и в камерных каких-то тоже делах. Вот, для такого нет. Но мы просто пытаемся пропагандировать камерную музыку в ее разных проявлениях. До этого мы ездили, например, вот с Максимом Гринченко, со скрипачем, мы ездили на фестиваль в Болгарию, играли доэт, сонаты. Вот, с Артемом мы очень много, конечно, колесим уже и до того, как появился этот ансамбль «Нотабейн», и мы дружны еще со школы. Он немного старше, но мы давно уже, так сказать, и вместе играли в разных составах, в разных ансамблях. Ну, Крэйцерову играли вы? А? Крэйцерову сонату. Крэйцерову сонату мы с Максимом Гринченко играли, как раз, да. Я хотел сказать, это не только заготовку, но как-то вот вы говорили о музыке и о камерной музыке. Конечно, это предполагает какие-то, может быть, более, скажем, даже интимные чувства, вот камерное звучание, да? Ну, конечно, безусловно. И вспоминается этот спор великих, когда мы там читаем, ну, перечитываем, мы можем даже кино посмотреть, экранизация была неплохая, Крэйцерову сонату, то там рассуждение Толстого о том, что музыка как-то подталкивает людей друг к другу, ну, известный сюжет. Да, 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 конечно. А вот, скажем, Пастернак, там все время при музыке, но можно ли быть ближе и так далее, и так далее. Да, да, да. А вы придерживаете, какого-то точки зрения, музыка, она как-то людей до известного предела сближает и дальше вот дело не идет, или все-таки нет предела этому сближению, этому родству? Вы знаете, я думаю, что, и я так думаю, я хочу надеяться, что так оно и будет и дальше. То есть по Толстому или по Пастернаку? Все-таки я думаю по Толстому, что все-таки музыка сближает, и я думаю, что нет границ. Не должно быть границ, тем более музыка это такое явление в искусстве, в котором нет границ. Как таковых, мы слушая музыку, мы ее воспринимаем, у нас это вызывает столько мнений различных, это нормально и противоположно, и сомнений, что потому этой гамме чувств нету, предела соответственно. Но то, что вот правильно, что она сближает людей, объединяет людей, потому что приходишь на концерт классической музыки, слушаешь в Ютубе, Фейсбуке или слушаешь онлайн-трансляцию, либо живьем, ты как бы погружаешься в какой-то мир, то есть ты в реальности, да, но ты погружаешься в мир какой-то свой, правильно, свой личностный, то, что ты чувствуешь. Мир фантазий, в какой-то степени можно сказать, иногда в мир иллюзий, конечно же, но в этот мир всегда приятно погрузиться иногда. Он бывает, это музыкальный мир, да, то есть композиторы писали о разном, о войне, как постфактум, там, о своих впечатлениях, о каких-то битвах, о каких-то личных переживаний, расставаний, там, и сближений, то, любовь и так далее, и так далее. И мы как бы погружаемся и воспринимаем это в точку зрения композитора, либо сквозь призму своей жизни, свои какие-то ассоциации, да, в этой музыке как бы мы находим и сопереживаем. Потому музыка, это, я считаю, это одно из уникальных таких явлений, и причем древних, и я надеюсь, так как живущих, я думаю, еще долгие-долгие, так сказать, века, я думаю, конечно. Я думаю, это, конечно, сближает, сближает людей. Обязательно вернемся к какой-то теме, мне кажется, очень важной теме чувства и того, как сближает все же вот, ну, камерный состав, ваш состав, да, потому что одно дело там сближает, ну, не знаю, там, Духовый оркестр, и это тоже прекрасно. У меня даже был в студии дирижер такого, ну, это называется сейчас бэндами, да, такой какой-то большой в общем состав, там много меди, и надеюсь, что мы еще побываем в фиармонии, послушаем это, ну, и также вот можно назвать это музыкой на стадионах, вот будет же, чемпионат мира, или что там, Лига чемпионов, да, там был финал Лиги чемпионов, да, там петь песни, и тоже музыка, и тоже сближение, и очень много людей. А камерный состав, вот давайте о программе, почему вы выбрали именно этих двух, ну, можно сказать, классических, в разности неизвестных композиторов, и что за произведение? Это будет 24 в мае на Киевской весне. Да, да, смотрите, мы выбрали, так сказать, мы долго еще и выбирали, что, как, мы меняли программу, зависит от исполнителей, кто может, кто не может. Конечно, мы хотели, мы мечтали исполнить этот, так называемый секстет шассона, вот мы говорили, да, про большие составы, и тут совпало. Это очень интересное произведение, оно, его также исполняют, как концерт, он так и называется, официальное название, концерт для скрипки, фортепиано и квартета, вот, но это исполняется камерным оркестром, то есть струнный состав, но в камерном его виде. В данном случае его, вот так, более интимно, так сказать, 6 человек. Вот, и у нас будет замечательный солист Андрей Белов приезжает, он сейчас живет в Германии, в Диссельдорфе, он очень известный и очень приятно, что его и тут многие помнят, он учился в киевской десятилетке, в свое время у Кузнецова, и он потом, там, я не помню, там, в каком возрасте, там, 15-16 лет, он уехал в Германию, так сказать, учиться дальше, и так он уже, так сказать, карьеру стал развивать там, но он приезжает и дает здесь мастер-классы, концерт, он был 23 марта тут, солировался оркестром, вот, очень филармонии, скрипать, филармонии, да, да, очень. А что он привозил, так что просто пропустили, но вспомнили. Да, 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 смотрите, он играл концерт Фридриха Гульда, это было, по-моему, его собственное, чтобы не соврать, по-моему, это его было, транскрипция для скрипки, оригинальное, это концерт Фридриха Гульда, известный очень австрийского композитора, пианиста, дирижера, это велончельный концерт, и, кстати, линия... Чтобы не путать с Гленом Гульдом, это Гульда, да? Да, Фридей Гульда, совершенно верно, да, совершенно верно. Вспомнили других, великих, конечно, пополнил. И вот, кстати, вот такая арочка к Артему, потому что Артем Полуденный играл премьеру в Украине этого концерта в сентябре. Он играл его как раз с президентским оркестром, по-моему, да, в сентябре играл этот концерт. Оригинальный это велончель, там духовой состав ударный, а Белов Андрей сыграл его в марте для скрипки и оркестра. И тоже там духовые, ударная установка, вот, то есть он... Он будет с вами играть шансон, который не так у нас популярен, хотя, вот, говорят, даже симфония какая-то из потрясающего, я ее не слышал. Вы знаете, я, на самом деле, я не очень много тоже, я не так часто прикасался с его музыкой, и считаю, что нужно будет этот пробел, и, как бы, для меня, и, я считаю, в принципе, людям преодолеть, потому что сейчас, вот, я сталкивался, слушал его романсы вокальные, потрясающая музыка, мы знаем, там, его поэму известную, там, для скрипки и рояля поэму. Мы не знаем это, ну, да, я имею в виду, что, в принципе, я говорю, что какие-то есть ключевые, там, произведения, по которым визитные карточки, да. Я, честно говоря, этот концерт... А симфония, вот, его вы не встречались? Я не слышал. Может, я ошибаюсь, но интересно, вы тоже проверили, сейчас в интернете все проверят. Сейчас в интернете, думаю, все сразу загуглят, так сказать, да. Вот, этот концерт я не слышал, вот, этот секстет, но мы вот начали, когда вот в нем копаться, ну, честно говоря, музыка влюбляет, тот самый случай, когда просто захватывают, вот, именно эмоции, вот, то, что мы говорим, да, которые вызывают эмоции, такую гамму очень разнообразную. Вот, и будет... Это второе отделение? Это второе отделение, да. А первое будет струнный квинтет Шуберта. Это его произведение очень не так часто исполняемое, вот, и у нас оно не очень, можно сказать, популярное, но очень приятно, что ребята наши его взяли во внимание. Будет, он написан для двух скрипок альта и двух виланчелей, в общем, интересность, что будет две виланчели, будет Артем и будет Виктор Рикава. Очень хороший виланчели, сейчас тоже, так сказать, один из немногих в Украине высокого уровня, и он сам из Харькова, и он сейчас то так же, так совпал, он сейчас артист ансамбля «Киевские солисты». Вот, и он согласился любезно, так сказать, тоже исполнить, это очень будет, это очень здорово, очень большой квинтет, такие два отделения у нас достаточно монументальные, где минут 50-55 Шуберт идет. Ну да, вот, как упомянутые, крупные формы звучат. Да, 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 такие вот, считайте, как две симфонии играем, да, да, маленьким составом. И где-то минут 40, концерт Шасон. Вот такая как бы программа, такие выступления. А у Шуберта, это импромты, да, это Шуберта? Экспромты, это... А есть импромты, или это, может быть, опута? Импромты, это как бы с переводом экспромт, называем импромт. А, я-то думал, какой-то, может, особенный... Экспромт, да, да, да. Чудесное, вот, ГФД Пиано же написано. Да, 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 у него несколько опыслов по четыре экспромта, да, да. Вот, то есть, и это все-то, как бы, споды гиды, как бы, организации, да, понятно, что фестиваль «Киевская весна». Нас пригласили в рамках этого фестиваля сделать свой собственный концерт, но, Нотабены, вот, с солистами, вот, Белов, Витя Рекало. Вот, как хорошо, «Киевская весна» удалось, все-таки, первый день, это были, ну, там, и симфония, и концерт для фортепиана с оркестром, конечно, вторая его часть. Да, масштабное, конечно, открытие, да. В «Симфонии», как же он, там, это вот, как то, как все, «Алигреты», кажется, да, ну, очень известная, такая битховенская, оказывается, все узнают вторую часть. Вторая часть, да, да, ну, да, она наиболее известная. А первая, там, четвертая, такие уже, как-то, думаешь, ну, тоже знаю, но, все равно это была прекрасная, Роман Сахчаков, и полный зал, потом «Современная музыка», да, и потом вот камерная музыка. Сегодня «Современная музыка», да, 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 очень интересно. И, а завтра будет, по-моему, Госнациональный оркестр «Сиренка», завтра. Завтра будет грандиозная страсть по Фаусту. Завтра будет такой день, конечно. И потом отдых на камерном. Не отдохнешь, я чувствую. Не отдохни. И вот мы переходим. Один вопрос у меня лично. Играете ли вы Энеску, когда будут сонаты со скрипачами? Лично я не играл в Энеску. В последнее время, года два я его слушаю, что-то в нем такое тоже было. Да, у нас, по-моему, если не ошибаюсь, Андрюша Павлов играл в дуэте. А он такой не очень популярный, что ли, казалось бы, человек такой… Нет, на самом деле, да. Есть композиторы, которых почему-то обходят стороной. Да, да, да. Может быть, но настолько много музыки просто написано. Ну да, он Барткевич здесь популярный. И хочется столь… Да, что-то успеваешь, что-то ты открываешь, новое для себя и для людей, но не успеваешь, что-то еще, там за углом еще есть что-то интересное. Тогда расскажите, что вы успеваете, что вот вас интересует сейчас, а потом перейдем уже к вашему составу, к нотовыми. Важно отметить, что вы же учитесь и в аспирантуре здесь, и в Италию. По сути в том, что я, да, естественно, лично как я, я развиваюсь как солист тоже, естественно, я много играл на конкурсах сольных. И, конечно, у меня, так сказать, в моей карьере, не знаю, в моей жизни музыкальной, можно так сказать, я развиваю как бы две ветки, особенно вот последние три года. И достаточно активно, и считаю, что они у меня равноценны. Я бы хотел, чтобы так оно и было. Это сольная направленность. Ну, потому что, конечно, с самого детства я начал заниматься на фортепиано с четырех лет. С пяти лет я учился в нулевке подготовительной школе в десятилетке два года, и потом одиннадцать лет школы. И консерватория пять лет, и девять лет уже академии. У вас родители музыканты, да? Мои родители оба пианисты. Да, и мама, и папа. Они учились очень хороших педагогов. Такая очень хорошая школа. Папа у Бориса Александровича Архимовича, а мама у Филда Воробьева, у Филда Михайловича. То есть, очень хорошая школа. Я очень рад, что они на меня в детстве не очень давили, кстати. Это, знаете, меня спрашивают. Ну, понятно, у тебя два пианиста, родители. Видимо, не было другого выхода. Был. И они очень мудрые поступили, что они просто не давили. Они объяснили, что это нота до, это нота соль. Понял? Все, дальше сам разбирайся. Вот это те клавиатура. Давай. Вот. И как-то, то есть, это было сделано правильно. И специально, чтобы я сам, если я этого захочу и к этому приду, вот тогда это будет мое дело. И так и получилось. У меня был еще хороший педагог. Звучал рояль же с детства, с вашего рождения, наверное, в комнате. Да, да, да. Какие были условия. Да, конечно. Папа у меня уже концертмейстер тоже многие годы. Понятно, к нам приходили какие-то там скрипачи с ними занимался. Какие-то были частные уроки. Мама давала какие-то частные уроки. То есть, и нас окружали музыканты к нам приходили. Были их педагоги, были какие-то там застолья, обсуждения там, естественно, про музыку, какие-то истории. Потому это, можно сказать, что это какой-то процент весомый, повлияло на меня, естественно. Вот. Но я думаю, что просто благодаря хорошему такому позитивному музыкальному окружению, меня как бы просто судьба так спокойно и наталкивало, я не противился. Конечно, ленился, не хотелось заниматься. Это нормально, как все дети. Хотелось там отдыхать, играться и так далее. Но как-то, я думаю, что осознание того, что это мое, оно пришло достаточно рано. Не могу сказать точно точку такую, но интерес такой живой, могу сказать точно, что даже там третий, четвертый класс, да, там сколько мне там, а десять лет, одиннадцать, что-то привлекало и как-то я с интересом, мне нравилось. Если я выучивал, я быстро выучиваю произведение и как-то выношу на сцену. У меня был доступ играть с симфоническим оркестром, ездить. То есть, я как бы ощущал это на своей шкуре, как это интересно. Этот интерес меня подхлёстывало. Получается, что оно шло, 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 развивалось, я как бы, ну… То есть, в один свет вы уже с симфоническим оркестром пробовали? Да, я вам скажу, проба пера, я вам скажу, проба пера у меня была, по-моему, даже лет в семь с оркестром, наш школьный симфонический оркестр, в первом или втором классе, семь-восемь лет. Я играл концерт Баха, а минорной, по-моему, первую часть. И у нас было прослушивание на ежегодный отчётный концерт, очень такое большое мероприятие, отчётный концерт школы. Вот я не прошёл, я играл не очень уверенно, но уже с оркестром, это первая проба пера. А потом, чтобы не соврать, по-моему, вот с лет девяти-десяти я играл с оркестром каждый год стабильно. И такой вот у меня был первый успех именно с симфоническим оркестром, я играл на Горвис дебют, я получил вторую премию и играл концерт Григо первую часть с оркестром. А это мне было десять или одиннадцать лет. И я как бы, видимо, это так вот оно было во мне, я как бы уже то, что я рано начал это прочувствовал на себе, не было особо волнения потом сценического. То есть оно есть, но оно есть такое, чтобы донести, как-то вот преподать людям свои мысли, эмоции, так сказать, как это получится и так далее. А такого волнения, как бы там сыграть все ноты и не сбиться, такого волнения очень рано его уже и не было. А кстати, вот о вашем четверге, да, 24 числа. Дирижёр-то там будет или это получается без дирижёра выиграть? Без дирижёра, да. Вчера Менабде говорил мне, что бывает, что где-то в Голландии там собираются люди, и в Тбилиси тоже как у них, и без дирижёра. И так как-то загрустил. Я говорю, не волнуйтесь, Михаил, всё-таки для дирижёров всегда найдётся. Всё, конечно. А почему камерные без дирижёров играют? Это нормальная практика. Маловато людей? Да, конечно. Есть всё-таки камерный оркестр, и зависит от партитуры, когда нужен человек, который должен, может быть, что-то нужно контролировать. Хотя, честно говоря, на мой вкус, и на вкус моих ближайших, так сказать, и любимых друзей, камерному оркестру, по большому счёту, если это хороший, качественный оркестр, там хорошие музыканты, и сыгранный квартет концертмастеров, скрипки, альт и виланчель, дирижёр не нужен. Так вот, по большому такому счёту, и есть тому подтверждение, хорошие оркестры, топовые, высокого европейского уровня. Я был на фестивале год назад в Германии. Именно камерной музыки, да? И симфонической. И там звучал второй концерт Брамса, о котором мы упоминали. И играли его симфонические, это же гигантский симфонический состав, парный, там 80 человек. Это был оркестр Европы, так называемый European Orchester. Они играли без оркестра. Без дирижёра. Боже мой, что я сейчас сказал, да. Без дирижёра. Без дирижёра. Оркестр играл без дирижёра. Такая махина. И вполне… Ну, с самой стороны Браунс, когда это написал, он же там… И вполне было всё точно, всё было спокойно. Вот. То есть… Да, и просто возвращаясь, пошли далеко. Да, потому как бы в камерном составе даже квинтет, фортепиано-квинтет, да, квартет и пианист, в принципе, не нужно. Не нужно. Особенно… Это сближает хорошо. Есть чувства друг друга, эти все сплетения. Это всё наоборот. Это единый механизм, которому не надо мешать. Не надо мешать. Я не могу спросить. У вас такое есть даже, может быть, не рассуждение. Такая мифологема, что всё же кроме советского балета была какая-то фантастическая школа советская, музыкальная, в том числе и пианизма советского. Ну, мы знаем там вина некоторые. Безусловно. И даже можно так вспомнить. Ну, если там, например… Там, слава богу, есть. Гористо уехал, а там Рихтер остался, да. Ну, и так далее. Да, да, да. И надо ещё вспомнить кого-то, но я сейчас просто торможу. Вопрос. Вот ваши родители, да? Они всё-таки не имели возможности, как вы, учиться в Италии. И они прожили достаточно долго. Тогда возможности. И выезжали, они как-то поменьше. Но в каком-то, может быть, уже возрасте они стали выезжать, гастролировать. Это всё-таки для музыканта было более. Вот они сейчас сами, когда с вами, может быть, не сейчас, может, чуть раньше, на такие темы отвлечённые беседуя, насколько изменилась жизнь в пользу музыки в Украине. Вот какие, может быть, резоны в сторону того, что да, всё-таки получше стало, и какие-то, может быть, сожаления, если были, что что-то и… Нет прогресса без регресса, да? Безусловно. Вы понимаете, это такой… нет, это не риторический вопрос. Просто… Как сказать… Для вас выросшего в музыкальной семье, имеющего такие возможности общаться на эту тему. Не только с ними, но и с другими музыкантами. Он точно возникал где-то, знаете. Скажем так, есть на поверхности лежит самое главное, да, вот железный занавес, это называется по-разному, там, стены какие-то… Я же к этому и веду, да, что всё… Безусловно. Всё запрещено. Малер запрещён, там, Вагнер запрещён. Безусловно. Да, конечно. Это же шутки, но тем не менее… В каждой шутке. Но всё-таки сейчас, конечно, для культуры, скажем так хорошо, украинской тоже, да, нашей, постсоветской, конечно, есть много плюсов. Это открытость, это тот же самый интернет, позже, когда появившийся открытый доступ, обмениваться информацией, концерты, фестивали, что к нам приезжают, конечно, зарубежные какие-то солисты. Всё это сейчас более возможно, безусловно. Наши, ставшие зарубежными, да, возвращаются в Белов. Особенно, да. И это в том числе, да, там, Белов, Соколов, так далее, да, конечно. Но приезжают также и немцы, и итальянцы, и французы, и американцы. Это тоже очень важно. Это взаимообмен культурный происходит. Это всё есть. Конечно, музыка, любое искусство, оно неотъемлемо… Это реакция экономического и политического… Про публику сразу вот хочу… Оно, вспомните, что с нами произошло. Вот публика ваших родителей и ваша публика, да, как-то она меняется. То есть, может быть, не все тоже там ездят по фестивалям, там, в Байро, как мы вспоминали, здесь, в Рустодии. Да, да, да. Они же как-то здесь, в Киеве, даже немножко работают, и даже там ходят… Но опять же, я что-то говорю. К сожалению… Вот с этой стороной музыки. Да, да, да. К сожалению, сейчас люди ходят. То есть, мы говорим про посещаемость, когда концерт… Ну, можно и так. Можно и так сказать, да. Ну, это не так просто, на самом деле. С одной стороны, когда есть много концертов, много выбор, да, и когда есть выбор, да, это с одной стороны здорово. А с другой стороны, рассеивается внимание, и, может быть, на какое-то более весомое событие, да, трудно собрать людей, например. Ну, и опять-таки, как бы я не даром затронул экономическую подоплеку, может быть, это как бы тоже лежит на поверхности. То есть, понятно, что люди не могут позволить себе сходить, к сожалению, на концерт классической музыки, например. Вот это из-за того, что это… Нет, но там оно в ухе подороже, а в филармонии же там цены все-таки такие есть, вилка. Да, безусловно, да, да, конечно, конечно. Но это, кстати, просто… Как вы оправдываете людей наших? Кажется, приятно, я понимаю, что я… Хочется их оправдать, да, конечно. Но, с одной стороны, да, конечно, их надо воспитывать, и хочется, чтобы они приходили, и чтобы они имели возможность. Но настолько это всему есть объяснение. Я вам приведу, кстати, пример, пожалуйста. Италия. Какое-то маленькое там село, городишко. Вот я сейчас тоже играл концерты. Вернулся позавчера из Италии. У меня был небольшой тур, пять сольных концертов. Вот. И что я просто… У них другой ритм жизни. Они спокойно, значит, закончили себе работу. Они идут, значит, в театр или на концерт. Так, достаточно с таким релаксом. Потом они идут ужинать долго. Они любят. У них ужины в десять вечера. И не толстеют. Нормальные все хуйки. И они не толстеют. Хотя едят макароны. Срединоморская кухня. Да, да, да. Потрясающая кухня, кстати. Вот я, кстати, был в Калабрии сейчас в регионе. Там потрясающая кухня. Но дело неважно. Дело в том, что они все делают размеренно. Они какие-то спокойные. Это сиеста, перерыв, выпить кофе – это святое дело. За газеткой. Здесь же вино. 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 Вино за обедом, кстати. А вот на концерт приходят такие уж на веселее? Бывает, что приходят. Но они очень культурные все равно. Я просто к тому, что ритм жизни может быть несколько иной. Просто это заложено. А у нас пришел, даже если на концерт пришел, взмыленный после работы, хоть немного успеть. Потом быстро никакого спокойного ужина. Быстро что-то съел. Лег спать. И уже в шесть-семь утра надо вставать на работу. Немножечко разные. Вы проехались по маленьким городам? Может быть, это в маленьких городах Украины? Я был в больших. Я был в Италии. И здесь, естественно, в Украине. Я тоже в многих городах был. Не то, что я правду в публику. Сейчас я слышал разные интервью. И тоже замечаю. Приятно. Да, молодежь немного начинает ходить на концерты. Это приятно. В театр или в филармонии. Мы даже по своим концертам судим нотабене, что даже на какие-то маленькие локации, поменьше, чем филармония, дом актера, дом ученых, дом мастер-класс. Приходят молодежь. Причем не то, что мы с ними лично контактировали. Не музыканты. Им интересно какой-то культурный обмен. Они художники, архитекторы или из медицины. То есть разные люди. И им интересно. Это приятно. Безусловно. Есть какая-то тяга. Из медицины. Хорошо упомянули важную категорию. Да. Категория, да. Это, кстати, мое личное, что девушка нашего кларнетиста она зубной врач. И я провел это параллель. Хотя я просто помню, у меня были несколько знакомых, которые приходили с богомольцем. Богомольцем. Да. Одесса-классик, как твое отношение к этому фестивалю имели кто-то? Нет. Никогда не было никакого опыта и пока что. Но это что-то интересное. Я понимаю, что… Это то, что мы сейчас говорим о Киевской весне, а потом раз в июне можете поехать туда. Вернее, у вас там в Италию, конечно, дела какие-то. Да нет, я в Америку лечу 8 июня. Что там тоже. У нас, кстати, из таких американско-украинских пианистов, можно сказать тогда, Павел Гинтов. Павел Гинтов, да. И в скайпе, и здесь, в студии его переводили. Да, я помню. Вы с ним так общаетесь? Да. Мы учились у одного педагога. Он просто намного старше. Мы учились у Ирины Михайловны Бариновой в десятилетке. Прекраснейший педагог. У него лет десять проучился. И он старше меня лет на десять, наверное. И я просто помню, он потом учился в Москве у Наумова. И потом он уже уехал в Америку. Но мы с ним знакомы, когда-то давно общались. Может, там и Товстуховы знаете, который вам ближе кажется, да? Да, такое-то. Киевских пианистов. Да, конечно, конечно. Мы так стараемся. А тут еще мы должны вспомнить из таких пианистов. Антони Брышевский, например. Он будет, да? Завтра он играет в этом проекте с Мишей Минавды. Это к тому, что здесь в студии, наверное, не успеем уже с ним поговорить. Но то, что он будет играть. И приятно, что о нем вспомнили. Да, конечно. Конечно, конечно. Ну и все же, а вы, получается, будете играть, ну понятно, как пианист в вашем составе, в таком сложном, еще раз, 24-го, да? Да. И потом сразу же как-то в Америку куда-то, да? Там Тур тоже? Да, не-не. Потом у меня будет интересный концерт 6 июня, кстати, филармонии. Вот надо просто рекламировать все, филармонии происходит, потому что в июне что там с программой? 6 июня мы будем играть с национальным оркестром, я буду играть третий концерт Бартака. Третий концерт Бартака. Дирижировать будет Владимир Сиренко. Это первая проба пера для меня, в принципе, творчества Бартака. Я решил, прекрасно такой яркий, очень броский и достаточно нетрудный для восприятия концерт. И я его когда-то аккомпанировал как второй рояль, играл с солистом в Италии. И мне вот захотелось его выучить. Мы вот договорились и вот 6 июня буду играть этот концерт. Но 8 июня я лечу на конкурс в город Salt Lake City, на конкурс Джейн Бахауэр. Очень такой серьезный конкурс. Я прошел уже там два отбора, один по видеозаписи, другой лайф отбор в Гамбурге был. Такой очень сит отбора серьезный. Там 40 пианистов прошло со всего мира. Это же столица какой-то зимней Олимпиады, да? Это что-то такое было? Да, у них проходят… Не только Олимпиады, но еще и конкурсы, что приятно. Да, ну и у них вот, да, проходит, я не знаю, ему этому конкурсу уже лет 30, наверное, такая история. А что за программа вы туда везете уже на конкурсы? Достаточно объемная. Там три тура. Первый тур делится на два раунда. 25 минут музыки и 30 минут. Члены жюри слушают это просто, они разбивают на разные дни. То есть пианист сыграет один блок и другой блок. В этом блоке у меня там будет Санта Гайдена в первом, прелюди Рахманинова ми минор и прелюди Фуга Шостаковича. Это все уже выучено? Да, это все уже выучено. Да, да, да. А второй блок это симфонические этюды Шумана и транскрипт со Самойла Файнберга из Шестой симфонии Чайковского, с Керца для фортепиана. Это первый тур. Второй тур это Третья Санта Брамса и Свита Хиндемита 1922 год. Там везде все, это все свободная программа. Это все мой выбор. То есть там не было никаких диктовок. И финал традиционно это с оркестром. Два концерта будет. Классический и романтический. В моем случае это будет 24-й Моцарта до минорной. И второй концерт Прокофьева. Который я играл в марте с филармоническим оркестром. Первый раз я его выучил и играл 2-го марта в Киеве. Да. Все как-то пропущено. Надо чаще интересоваться. Ну вот такая вот программа, достаточно объемная. Часа три чистой музыки, наверное, где-то так. Есть же у нас, кажется, у Дворжика симфонии, которая здесь исполняется, уже как-то из Америки или в Америку. Она беспрогрешная. Ее можно было выбрать и раз уже как-то в Америке. И что там за приз, какой-то призовой фонд? В теннисе поменьше? Там не так, как в спорте, в принципе. Но там серьезно около 100 тысяч долларов призовой фонд. Вот. В общем. Его делят на все. Его делят первая, вторая, третья премии. Там три финалиста только может быть. Вот. И какие-то дипломы, специальные призы. То есть за выполнение того-то, того. За классический концерт, спец-приз на каком-то одному. Может быть за романтическое приз. Я даже, честно говоря, не выдаюсь в подробности. Но все же интересно. Это такой стимул материальный, да? Роман, насколько он работает? Это все-таки вещь такая интересная. Побороться. А как даже музыканту? Да, но музыканту никуда без материального стимула. Сопровождение. Совершенно верно, да. Вине итальянскому напиток сопровождения здесь тоже такой хороший. Да, да, да. Так вот это неотъемлемая часть. Вы побеждали как-то так, с какими-то деньгами так, чтобы раз, вот и жили. Да, у меня были такие приятные победы с приятными суммами, скажем так, в Японии. И потом вот как-то, когда выходишь, ждали победы с этими деньгами. И просто что музыкант делает такой? Вопрос в общем-то, знаете, вот обывательский, но куда от него деться, да? Что делают пианисты с деньгами обычно? Вы знаете, я не знаю, как другие… Вы в нотобена, видимо, вкладываете. Во-первых, между прочим, да. Мы, кстати, создали свой, так сказать, скромный фон. Да, мы там сами, так сказать, пытаемся друг себя же и поддерживать. Вот. Но на самом деле, ну, на разное, ну, скажем так… Ну, на инструмент тратиться не надо, все-таки дома, видимо, есть еще родители пианино, да? Безусловно, конечно. А какой-то рояль покупать он есть везде? Безусловно, конечно. Хотя вот Горвиц возил за собой рояль, пословно, но вам еще пока это не обязательно. Тем более сейчас везде инструменты есть, да? Конечно. Вы знаете, такой вот бытовой ответ, хотя не знаю, насколько это может быть интересно зрителям и стоит ли это освещать, но просто, так сказать, эти деньги достаточно быстро уходят в этой стране на самом деле. И нельзя сказать, что они уходят на то, что нужно. Знаете, когда… Это не на покупку какие-то манускрипты, какие-то, какие-то, конечно, ноты, где-то в библиотеке… Нет, ноты, ноты я покупаю, стараюсь какие-то ноты покупать, когда я жираю. А я же говорю сейчас, что там можно какую-то пардитуру, но как-то очень дорого или я себе фантазирую что-то? Вы знаете, нотный материал, в принципе, на самом деле, вы правы. В Киеве нет магазина ноты, который пользуют ваши родители, да? Я вам скажу, что, к сожалению, нотный материал купить достаточно дорого. Дорого. Его можно купить в Европе, там большой выбор, нотный, хороший фирменный магазин. Но даже в интернете он стоит денег, да? И даже либо заказываешь в интернете, либо покупать, это достаточно дорогое удовольствие на самом деле. Но хочется играть по качественным, по уртех, по оригиналу, желательно. Конечно, в Украине очень мало хорошего уровня изданий. К сожалению, к нам мало приезжает, мало закупаем. Эти библиотеки там школьные, консерватории, они бедные достаточно. Есть только вот советские, конечно, большинство. Музыка. Музыка. Украина, понятно, это Москва. Это неплохие издания, но потом, когда ты берешь эти ноты издания Беренрайтер или Хенли, и ты понимаешь, сколько много ошибок можно найти в советских изданиях по сравнению с этим. Да, да, да. Какие там не та нота, какие не совпадения каких-то тактов и так далее. То есть нотный материал – это не дешевое удовольствие. Хармон, вы знаете, все-таки хочется, но у вас что-то как у пианист-исполнителя, который много гастролирует, активно и учится, до сих пор больше спрашивает. Хотя мы должны, может быть, еще какую-то ясность нести в эти переживания, связанные с камерной музыкой. Да, да. Я просто обещал себе и вам, что мы этим чуть ли не закончим. Но давайте попробуем понять. Все же музыка вообще, она же очень сейчас… Все об этом говорят, все композиторы особенно. Я прочитал сегодня текст замечательный, посвящение Булезу, а стихи Геннадия и Ги сегодня будут исполняться. То есть много каких-то вещей, смежных и даже с каких-то пор, можно сказать, что как вид искусства, музыка тоже можно развивать за счет какого-то обогащения разными даже звуками и не только. Этно, география, весь мир работает на, может быть, какого-то исполнителя. Ближайший пример, когда в изобразительном искусстве, скажем, Ван Гог открыл для себя или Матисса, Японию, и как-то это вот работало. Сейчас тоже ведь на вас много чего должно влиять. Но вы, насколько я понял по сегодняшнему разговору, следуйте в фарватере такого классического репертуара. То есть есть какие-то имена, у меня они тоже, кстати, очень близки. Вот от Шассона, который я потом слышал. Да, да, да. Каких-то упомянутых. Прокофьево, конечно, и Шостакович, может быть, и еще десяток имен может быть. Я бы спросил вас тоже позже об одном имени, конечно, Абахи. Но это совсем поздно. Не получится, наверное. В следующий раз. Почему вы не отвлекаетесь на какие-то вещи, касающиеся модных, может, веяний или современных? Понял. Что для вас это? Понимаю. Есть всегда какой-то определенный вектор направленности. Безусловно, что нужно быть всесторонне развитым. Это естественно, это понятно. Много слушать, да? Да, безусловно. И слушать, и стараться играть. Скажем так, я считаю незазорным то, что я не то, что там не увлекаюсь. Может быть, нехватка времени. Может быть, иногда нехватка желания. То, что я действительно не сильно погружен в современную музыку. Музыку 21 века. В музыку современных украинских композиторов, в том числе, и современную музыку мировую. Это действительно так. Возможно, не хватает времени. Возможно, диктует это немножечко рамками моей жизни. Я часто готовлюсь на конкурсы разные. Они там привносят какие-то свои регламенты. Вы должны выучить там современное. Иногда они дают что-то свеже написанное. Ты это выучиваешь специально для конкурса. То есть, это были. Были какие-то там Австралии. Я был в Австралии, в Японии. Это были какие-то специальные написанные произведения. Мы их исполняли. Все. Ну, сыграли, забыли. Это было, естественно. Но может быть, именно из-за этого, что конкурсная стезя диктует свои рамки. И ты не успеваешь обратить внимание на что-то вот оно рядом. Казалось бы. Может быть, пока что… Я еще к этому не пришел. Мои фавориты – это Брамс, Рахманинов – мои любимые композиторы. Тот же Шостакович. И, как бы, я пока считаю, столько музыки, которую я не сыграл еще от барочников, так сказать, и до романтиков 19-го, начало 20-го века, что… Но мне, вроде бы, пока что комфортно в этом. Ну, так сказать, и как бы тут нет права на меня, может быть, обижаться или что-то, или не понимать мой выбор. То есть, я стараюсь себя воспитывать. То есть, вот я играю Хиндемита. Я для себя его открывал, пытался. И достаточно, как бы, было неплохо. Сейчас вот бар так буду исполнять. Я понимаю, что это уже классики 20-го века. Такие устойчивые. Причем это первая половина 20-го века. Но я постепенно хочу, я не буду лезть, как бы, сразу же там с нога… Нет, о Шостаковиче и Прокофьеве. Да, Прокофьев, Шостакович. Безусловно, да. 20-го века, да? Да, да, такая уже. Действительно, это классики. Чем развиты и формы. Да, да. Я думаю, что, как бы, вот, благодаря этому я должен… Я хочу, как бы, все постепенно. Может быть, это такой путь… Бухли такой прошло и классичный. Я, наоборот, вот как-то остаюсь… Да, да. Сейчас перед… Для меня это была не то, что проблема. Но вот есть же музыка, которая не так-то легко, скажем, там, впускает тебя или захватывает. И вообще в ней трудно ориентироваться. Для дилетантов, особенно. Совершенно верно. Как я, не сильно воинствующих. Вот с этим, конечно, вторым концертом Брамса для фортепиана с оркестром. Да, он же такой… Ну, во-первых, он огромный, он там в пику, не знаю, лист, одноатный… Это целая симфония, можно считать. Такая фортепианная симфония. А вот что для вас это? Почему вот Брамс это так сделал? Или вот как вы его играли, да? Этот концерт, нет, я играл первый концерт. Но я много играл Брамса, между прочим, как раз камерной музыки его. Сонаты вилончельные обе, три скрипичные сонаты. Альтовые и кларнитовые сонаты. Тогда вот о Брамсе. Квартет, квинтет. Брамс хоть не будет звучать он в рамках «Киевской весны», но это не значит, что нельзя слушать. Но наш ансамбль «Нотабена», кстати, вот мы и многое переиграли Брамса, собственно говоря, кстати. У нас мы играли и квинтет Брамса, мы сыграли два из трех фортепианных квартетов его на концертах. Мы играли первое трио его из трех. Мы играли с тем же вот Максимом Грищенко, третью сонату Брамса возили на фестиваль в Софию и в Пловде в Болгарии. С Артемом мы сыграли две сонаты вилончельные, собственно говоря, тоже и на конкурсе возили, и на концертах играли. Мы, так сказать, для меня лично, да, это композитор, который будоражит такие чувства, скажем так, душевности, такой вот любви, с одной стороны, с интимной такой любви, причем в разных ее проявлениях, к человеку, к женщине, к цветку, к природе. Разные чувства, но которые пробуждают так до глубины, просто трогают. С другой стороны, его музыка порождает в своем сознании какую-то широту, как вот его симфонии. Я когда-то переслушивал все его четыре симфонии, так, до дыр просто одно время. Вы звучите с протектурой, да, то есть с нотами обязательно? Да, иногда так, да, стараюсь, если изучаю там первый раз, так как у меня есть свое хобби, но об этом можно сейчас и не говорить тоже. Когда-то, может быть, мое хобби симфоническое дирижирование, когда-то, может быть, оно во что-то выльется. Вот. Но и благодаря этому просто я факультативно в консерватории проходил оперно-симфоническое дирижирование. И, конечно, у меня такая вот, родители ругаются, типа нот и фортепианных, и камерных, и вот такие партитуры. Вот. И, конечно, приятно, желательно изучать с партитуры. Один раз послушать так, другой раз иначе. Вот. То есть Брамс, благодаря этому простору, этому дыханию в музыке, ну, заставляет как-то так идти за ним, за этой музыкой очень сильно, очень глубоко. Ну, слушайте, просто до Брамса же понимаем, да, что там с Бетховеном, с Девятой симфонией уже там вот такое предтеча Вагнера, и музыка пошла вот, понятно, через Вагнера, не знаю куда, на фестиваль на Ракторском сценаре сегодня. Наверное, да. Собственно говоря, да. А вы были там, нет? Я всех спрашиваю. Нет, нет, я не был. Места куда мне у нас ездить, да? На слыша, но это было бы, да, это было бы интересно попасть именно на фестиваль. Конечно. А второе, второе направление, вот эта развилка, да, это, конечно, Брамс, ну и после него много чего еще было, такого, что все, я не упомнишь. Ну, для вас вот это не было проблемы, что все-таки выбирая между там Вагнером и Брамсом? Вы понимаете, разные направленности, просто Вагнер – оперный композитор, в первую очередь, как бы. Ну, театральная драма, да, это очень как-то фискальная драма. Да, да, да. То есть получается, да, что как бы, да, у него есть там фортепианные миниатюры. Кстати, я как-то готовил даже какой-то доклад и так, кстати, именно вот специально в Ютубе искал. Он не так много именно оригинальных произведений для фортепиан, какие-то пьесы. Много потом там листа делал, транскрипции, знаменитый там гейзер и так далее. Но просто элементарно, как бы, разные направленности. И у Брамса много, достаточно много фортепианной музыки, его опусов интермет, капричо, то есть миниатюр. У него есть там и три сонаты, и фортепиано, и два концерта. И то, что я говорил, многокамерной музыки, как бы, вот за счет этого я как-то так сразу… Причем достаточно давно где-то так, еще в конце где-то школьной жизни я, так сказать, влюбился в его музыку просто. Вот. До нельзя. До нельзя просто. Но все же мы закончим, наверное, и несколько слов о Шуберте, да, о первой части, на которой надо успеть, наверное. Что для вас Шуберта? Когда вы открыли вообще для себя Шуберта? В данном случае Шуберта я же не играю, собственно говоря, кстати, да. То есть это струнный состав. Вообще, в принципе… Вас в первом деле не будет, да? Нет, меня не будет. Я буду смотреть на первый тайм финала женской лиги чемпионов, может быть, рядом на стадионе «Динамо». Да, Шуберт, я не так много играл в его музыке, тоже играл несколько камерных сочинений, сонат, пару экспромтов, две сонаты фортепиане. Я думаю, что Шуберт – это тоже один из таких, конечно, уже классиков, и он же прожил очень мало. Одна из особенностей – это тоже на поверхности лежит его песенное начало, вокальная структура. Уйма написал Романцев, что эта вокальная стезя пронизана везде. То есть в симфонической, в фортепианной, в камерной музыке. И это очень не так просто. Это же у него неоконченная симфония, да? Да, его. Его неоконченная симфония. Она исполняется у нас вообще? Да. По-моему, она недавно исполняется, даже в этом сезоне, может быть. Это достаточно популярное произведение. Все национальная филармония наша исполняется. Что вот не спроси, все оказывается, я пропустил и все исполняется. В принципе, многого исполняется, конечно. Конечно. Благодаря тому, что есть камерная ансамбля, оркестр и так далее. Так что, ну очень здорово, что Шуберт прозвучит этот квинтет сейчас в исполнении нашего квартета. Квинтета, скажем так. Роман, ну я обрежу вам и нотобены таких успехов. Ну вам лично, во-первых, конкурс. Спасибо большое. Очень важно, чтобы вы победили. Потому что надо как-то же этих вот ребят всех, которые там прошли, тоже потеснить. Да-да-да. Будем за вас болеть. Посмотрим. Не все же за футбол болит. Да-да. Я буду болеть вот за вас, например. Думаю, те, кто нас слушал сегодня, у вас есть поклонники, поклонницы. Они должны болеть за вас. Это будет какого числа? Когда вот... Когда я... Soul Play City. Soul Play City. Да-да. Восьмого я улетаю, а с 11-го числа начинается конкурсное прослушание. Первые дуры и так далее. До 23-го включительно. Июня, да? И это будет июнь, да. Там вот нужно как-то вам... Такой будет чемпионат мира по музыке. По фортепиано. Победите там, желаю вам победить. Или хотя бы второе место. Спасибо большое. И я надеюсь, что мы как-то уже встретимся по разные стороны. Там ямы нет, но вообще какой-то баррикады из вот этой вот стены звука. Вот эту стену. Благодаря вам, мы все же преодолеваем в жизни иногда. Поэтому спасибо. Спасибо большое. И мы продолжаем просляться на Уклатюри. И все, конечно, надо просто спешить на Киевскую Весну еще целая неделя. Камерный, камерный оркестр НОТОВН будет 24-го числа играть. Поэтому не прощаюсь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok